Музыка Переходим к третьему вопросу. Третий вопрос о профсоюзной учёбе. Докладчик я первый. И садокладчик Артём Сергеевич будет докладывать. Значит, о профсоюзной учёбе. Ну, первое, что я хотел бы отметить, прежде чем к самой профсоюзной учёбе перейти, что профсоюз, что это такое, что это за понятие, потому что мистическое сознание человека, оно представляет какие-то объективные процессы в природе, обобщает, представляет их в сознании в форме чего-то единого, чего-то общего. Вот, природные явления раньше объяснялись действиями какого-то бога. Вот, затем люди считали, что вот есть царь, король, и у него абсолютная власть, данная богом. Вот, а затем люди начали подозревать, когда общество, отношения усложнялись всё, произделение труда происходило всё больше и больше, люди начали подозревать, что всё не просто так, что избавляться от этого мистического сознания и видеть интересы классов, прежде всего, интересы классов, и видеть, что в капиталистической организации производства решают не какие-то отдельные личности, отдельные капиталисты, а решает класс в целом. И вот, даже сегодня, в настоящее время, это вот уловка, ей пользуются, чтобы обманывать трудящихся. Вот, говорят, что у нас, вот, всем управляет один человек, и вот, все остальные только его подчинённые, он раздаёт команды. Ну, мы понимаем, что современное производство в целом настолько сложное, что одному человеку это не под силу, и управляет всегда класс. И вот, профсоюз, он также представляет сознание людей первоначально как какое-то вот целое одно, и что вот профсоюз придёт, наведёт порядок, что профсоюз – это что-то стоящее над работодателем и над работниками, что вот достаточно вступить в профсоюз, и сразу же откуда-то сверху, с этого профсоюзного олимпа, посыпаются какие-то блага, и вот этим также пользуются, чтобы ввести в заблуждение работников. И работникам нужно, прежде всего, понять, что профсоюз – это просто название, и нужно, прежде всего, видеть сущность, что за этим названием скрывается. Мы как бы обобщаем, говорим «профсоюз – профсоюз», а неплохо бы знать, что это такое. Значит, пока существует такая организация производства, когда рабочая сила, неотделимая от работника, покупается владельцем средств производства на время, которое мы называем рабочим временем, до тех пор существуют объективные противоречия между интересами покупателей рабочей силы и между интересами ее продавцов, этой рабочей силы, то есть работниками. Эти противоречия, они проявляются на поверхности явления в виде непрекращающейся борьбы между работниками и работодателями за свои экономические интересы. И вот, и в конечном счете это для работников сводится к условиям их труда. Для ведения борьбы за улучшение условий труда на конкретном предприятии работники должны быть организованы в одно целое в железный батальон пролетариата. На сегодняшний день формой, в которой представляется этот батальон, является профсоюз. Профсоюз – это организация работников для ведения постоянной борьбы за свои интересы. Ну, история развития профсоюзов, откуда они возникли, начинается не так уж и давно. Первые профсоюзы возникли в середине XVIII века, как реакция на все более усиливающуюся эксплуатацию со стороны капитала, со стороны капиталистов. Изначально это были высококвалифицины рабочих, которые объединялись в цеховые профсоюзы. Затем цеховые профсоюзы, которые объединяли небольшие группы квалифициных рабочих, стали возникать в профсоюзах уже неквалифициных рабочих. Потом массовые отраслевые профсоюзы, объединяющие работников других профессий. Эти профсоюзы координировались уже в общенациональном масштабе. И затем уже профсоюзы стали охватывать работников умственного труда и работников труда в непроизводительной сфере. И вместе с эволюцией форм профсоюзов менялись и основные достижения, основные средства достижения целей профсоюзов. В начале использовались выгоды замкнутого цехового союза, в который не пускали никого. И в настоящее время самая эффективная форма борьбы профсоюзов – это забастовка. Объединение в профсоюз позволяет работникам выдвигать единые условия купли-продажи рабочей силы. Таким образом, для нанимателя ограничивается возможность использовать конкуренцию между работниками для того, чтобы нанимать по самой низкой цене работников. И наниматель, когда имеет дело с единым продавцом рабочей силы, то есть с профсоюзом, он утрачивает возможность использовать альтернативу какую-то в найме, и это также укрепляет позицию продавцов. Значит, содержание интересов, за которые борются работники, они определяются требованиями развития капиталистического производства. Постоянное совершенствование средств производства на основе научно-технического прогресса требует постоянного прогресса работников. То есть работники должны сейчас уже, чтобы работать на современных станках, на современных средствах производства, они должны быть обучены. Это обучение сейчас школа 9 лет, потом институт. Вот работники медицинской сферы, они еще учатся потом в ординатуре. То есть работники борются не за прибыль, а за такие условия найма, которые бы соответствовали требованиям нормального воспроизводства работников. То есть чтобы зарплата, которую они получают, было достаточно, чтобы воспроизвести нового высококвалифицированного инженера, который способен будет работать на современной высокопроизводительной технике. Соответственно, чтобы профсоюз эффективно работал, все его члены должны представлять себе, какие у них общие интересы, за которые стоит бороться, и каким образом эту борьбу вести. Значит, разъяснять, объяснять вот эти общие интересы каждому члену профсоюза, что ему нужно делать на своем рабочем месте, какая тактика и стратегия борьбы должна быть коллективной. Все это задачи профсоюзной учебы. Значит, хотелось рассмотреть вопрос о профсоюзной учебе на основании устава профсоюзов. Они примерно все одинаковые, но я взял два наиболее близких нам устава. Это устав Всероссийского электропрофсоюза и устав Горноморологического профсоюза России. Ну, согласно статьям об обязанностях членов профсоюза, члены профсоюза обязаны выполнять настоящий устав. А значит, они обязаны выполнять все, что там написано в этих уставах. Что же там написано? Значит, раз члены профсоюза обязаны выполнять устав, он неизбежно обязан учиться. О необходимости учебы профсоюзной в уставах написано совершенно прямо. Вот в ГНПР уставе статья 6 «Основные направления деятельности профсоюза». Пункт 14. Осуществление подготовки, повышение квалификации профсоюзных кадров и обучение профсоюзного актива. Изучение и распространение передового опыта первичных и территориальных организаций профсоюза, а также других профсоюзов. Значит, статья 25 «Основные направления работы первичной профсоюзной организации». Пункт 14. Пункт 15 «Обучение профсоюзного актива и членов профсоюза». И вот в уставе Всероссийского электропрофсоюза статья 4 «Цели, задачи и основные направления деятельности профсоюза». Пункт 211 «Приведение целенаправленной кадровой политики, обучение, переподготовка, повышение квалификации профсоюзных работников, профсоюзного актива и членов профсоюза. Анализ и распространение опыта работы профсоюзных организаций и их органов в деле защиты социально-трудовых прав и интересов профсоюза». То есть, чему должны учиться члены профсоюза, какое содержание профсоюзной учебы должно быть? Ну, прямо говорится из этих статей, что первое – это изучать опыт, передающих профсоюзов в деле борьбы работников за свои интересы. Ну вот, можно сказать, что российский комитет рабочих – это вот как раз форма профсоюзной учебы, и мы здесь вот этим и занимаемся, чем написано в уставе, мы здесь анализируем и распространяем опыт профсоюзных организаций в деле борьбы за свои интересы, в деле защиты трудовых прав и интересов работников. Значит, дальнейшее содержание, какое еще содержание профсоюзной учебы? Содержание это вытекает из характера тех задач, которые решает профсоюз, и вот мы много об этом говорим, на первом месте задачи профсоюза стоит – это принятие прогрессивного коллективного договора, а там, где он есть, контроль за его исполнением. Вот в уставе Всероссийского электропрофсоюза замаскирована вот эта мысль, что каждый работник, каждый член профсоюза должен участвовать в разработке коллективного договора, и не просто участвовать, а участвовать в разработке, потом участвовать в принятии, а потом еще участвовать в контроле за его выполнением. Вот в статье 4 также цель и задач написано в пункте 2.2 – участие в разработке проектов, законов и иных нормативных актов по социально-то вопросам. Ну, коллективный договор, вот тут непонятно, да, проектов, законов, нормативных актов, но коллективный договор – это и есть закон на предприятии, то есть все трудовые отношения, практически все, они регулируются либо трудовым кодексом, какими-то другими законами, или коллективным договором, то есть коллективный договор – это и есть закон на предприятии, и вот участие в разработке проектов, законов – это означает, что участие в разработке проекта коллективного договора. Но так как коллективный договор – это юридический документ, то, естественно, профсоюзная учеба должна быть направлена на то, чтобы разъяснять работникам, как им участвовать, что им туда писать, и как вообще составляется этот коллективный договор. И, значит, чтобы его составить и написать, нужно, соответственно, знать Трудовой кодекс Российской Федерации, закон о профсоюзах, пара статей Конституции и пара конвенций между организацией труда, которые ратифицированы в Российской Федерации. В принципе, для начала этого совершенно достаточно. Ну и, соответственно, работать, знать на своем рабочем месте, каждый работник знает на своем рабочем месте, какие у него проблемы есть, и совместив вот это знание, видение, чем он непосредственно занимается с положениями юридическими, оформленными в законах Трудовой кодекса закон о профсоюзах, значит, он вносит все пожелания свои в коллективный договор. Вот устав ОГНПР, статья 6, обязанности членов профсоюза, пункт 2, он более подробно здесь описывает это все. Оказывать содействие и поддержку профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации в процессе подготовки и заключения коллективного договора участвовать в контроле за его выполнением. То есть здесь однозначно совершенно написано. Но вот статьи, в уставах профсоюзов много статей, которые конститутируют необходимость учебы профсоюзной, однако вот содержание, оно вот сложно его вытащить, прямо так не написано, какое должно быть содержание профсоюзной учебы. И вот это позволяет желтым профсоюзам учить работников всяким вещам, посторонним совершенно, которые абсолютно не относятся к профсоюзной деятельности и к целям и задачам профсоюзов. И вот содержание профсоюзной учебы, оно напрямую вытекает из целей и задач профсоюза. А цели и задачи профсоюза, они вытекают, соответственно, из интересов работников, которые этот профсоюз составляет, общих интересов. И вот об общих интересах мы постоянно здесь на российском кабинете рабочим и говорим, значит, зачем нам это нужно, общие интересы определить, что это за общие интересы. Потому что должна быть общая цель какая-то впереди, крупная, большая, которой будет идти движение. Потому что без этой общей цели непонятно, в каком направлении идти, в каком двигаться, а без маршрута конкретного можно долго плутать куда-то и потом поодиночке выйти в разные совершенно места и ничего не добиться. И, значит, общие интересы. Значит, первый интерес – это сокращение рабочего дня. Сегодня это до 6 часов, а в будущем с ростом предоставительности труда – это до 4, 3, 2 часов. Как вот, согласно статистике, уже за 40 минут рабочий вырабатывает свою зарплату. То есть, вполне с развитием производства и с нормальной организацией можно и до 2 часов сократить рабочее время. Чтобы высвобождать это рабочее время в производстве для использования этого времени в целях свободного и всестороннего развития всех членов общества. И, значит, профсоюзная учеба должна разъяснять, что такое рабочее время, что такое свободное время, что такое производительность труда, необходимое время, прибавочное время. То есть, чтобы каждый работник это понимал. Значит, второе – это повышение зарплаты до стоимости рабочей силы, как минимум, для воспроизводства и воспроизводства квалифицированного и образованного работника, который будет способен управлять не только каким-то единичным средством производства, не только там лопатой или трактором, но и всем производственным процессом в целом в стране. И вот профсоюзная учеба должна разъяснять, что такое зарплата, чем она отличается, что такое стоимость рабочей силы, что такое вообще стоимость. Вот Трудовой кодекс нас дурит, он пишет там, обманывает немножко, что зарплата – это вознаграждение. На самом деле мы видим, что, по-моему, предприятие статистику приводило, 3 миллиона прибавочной стоимости за год приносит работник. То есть это на самом деле работник каждый год по квартире дарит работодателю, а совсем не наоборот, работодатель его вознаграждает за то, что тот у него работает. Значит, это все должно быть в содержании профсоюзной учебы быть. Улучшение условий труда, потому что все, что о чем мы говорим, все это сводится к условиям труда. К условиям труда и к организации производства. Для предотвращения травматизма на рабочем месте, для исключения профзаболеваний, для сохранения жизни и здоровья. А жизнь и здоровье – самое главное у нас работника. И, значит, профсоюз, профсоюзная учеба должна разъяснять, какие опасные и вредные факторы на рабочем месте, какая связь профзаболеваний с условиями труда. Вот у нас научные консультанты как раз вот этим и занимаются. Одни из больших дикторов, он как раз и объясняет эту связь, как условия труда, связанные с заболеваниями, с профессиональными. Все, значит, все вот это содержание профсоюзной учебы, вот у нас есть Красный университет, фонда рабочего академии, и он проводит обучение всех желающих по всему миру. Ну, на русском языке только единственное ограничение. И все вот это содержание, о котором я сказал, профсоюзной учебы, все есть вот в курсе Красного университета. Все это разъясняется в статьях, которые пишут в газете. В статьях, которые пишутся в газете, которые выпускает фонд рабочей академии, и в самом Красного университете преподаватели, они также разъясняют все вот эти моменты, все вот это содержание профсоюзной учебы, все есть там. Сейчас у нас в век интернета, это практически любой человек может взять, даже если у него интернет, то наверняка, если это крупное промышленное предприятие, там распространяются газеты, и там есть вся вот эта профсоюзная учеба, все положения через интернет, опять же, можно смотреть все лекции и все это изучать. Но, естественно, сами профсоюзы, как мы видим, они все это должны организовывать, помимо того, что мы вот организовываем это своими силами, сами профсоюзные предприятия должны проводить организованную систематическую профсоюзную учебу, и это прямо написано в статьях каждого устава, каждого профсоюза. И вот мы говорим здесь постоянно о сокращении рабочего дня до 6 часов, и вот это тоже условие для реализации вот этой систематической учебы профсоюзной. То есть, когда мы сократим рабочее время до 6 часов, появится как раз время, чтобы работникам сидеть, и систематически, и на предприятии организованно сидеть, изучать все эти вопросы, все это содержание профсоюзной учебы. Как, значит, у нас сейчас организована в реальности профсоюзная учеба в профсоюзах, расскажет мой садокладчик, Айтем Сергеевич Ванюк. Уважаемые товарищи, понимаю, что все устали, сегодня трудный день, поэтому тех, кто немножечко засыпает, прошу все-таки активизироваться, потому что вопрос очень важный, и Сергей Александрович сейчас у нас доложил, я думаю, в общем, о необходимости профсоюзной учебы, я бы хотел рассказать именно о прикладной части данного направления, то есть, как это организовано сейчас на примере моей профсоюзной организации, в которой я состою, это Горно-Металлургический профсоюз России, первичная профсоюзная организация металлургического завода «Электросталь», которая, в свою очередь, как известно, входит в Федерацию независимых профсоюзов России, ФНПР. Прошу вот так сделать. Вот вчера у нас здесь, в этой аудитории, проходила научно-практическая конференция «Ленинский подход к развитию профсоюзов», на которой мы немножечко коснулись вопроса о необходимости профсоюзной учебы. Мне хочется отметить такой момент, то, что работники предприятий, в главную очередь моего предприятия, они не видят этой необходимости, и в этом вообще-то надо бы разобраться. То есть, в общении с моими работниками, как правило, непонимание присутствует. Чем же оно выражено? Ну, во-первых, нужно посмотреть, в каких условиях сейчас мы оказываемся. В первую очередь, на нашем заводе «Электросталь», я уже здесь неоднократно докладывал, продолжается сокращение работников. Плановое сокращение к концу 2019 года будет достигнуться. достигнуто это 4000 человек, на начало года было 5115, здесь уже об этом говорил. У нас закрываются цеха, первый прокатный цех закрыли, закрыли цел. В четвертой литейке происходит консервация производственных участков, это открытые индукционные печи сейчас стали, закрывается участок вакуумного и дугового переплава. Люди, соответственно, переводятся либо на какие-то другие должности, либо попадают под сокращение. С другими происходит увеличение трудовой нагрузки, там, где раньше сталевар работал на одной печи, теперь работает на трёх. Буквально это так выглядит, когда на одной он сделал завалку, на вторую бежит делать рафинировку, на третьей уже сливать должен металл. То есть, вы представляете, он должен тремя агрегатами одновременно управлять. Соответственно, это влечёт за собой брак, и сам сталевар от этого теряет в деньгах, потому что его наказывают. Короче говоря, как уже неоднократно здесь было сказано, идёт большое наступление работодателей на интересы трудящихся. Это похоже, на мой взгляд, на перетягивание каната, когда один канат сильный тянут, другие падают. И, в общем-то, организовывать профсоюзную учёбу нужно для того, чтобы наши с вами интересы, интересы трудящихся защищать. Но работники, когда слышат о том, что нужно бороться за свои интересы организованно, качественно и грамотно, они сталкиваются, точнее я сталкиваюсь в разговоре с ними с тем, что отвечают, что это сложно, это нереально. Но ведь согласитесь, кто на проходных распространяет газеты, частенько отвечают, что, ребята, нереально всё это, всё сложно. А почему сложно? Вот давайте подумаем. Все закончили среднюю школу, правильно? Сложно было. Было сложно, согласен. Был такой предмет, как математика. Я вот помню, когда я учился в школе, меня чуть ли не с пятого класса пугали вот таким толстенным талмудом математических задач. С канави. Советский математик такой был. И вот эти сложные математические примеры решались тем, что решения примеров разбивались на действия. Так ведь было. И в конце концов, когда эти множество действий в соответствии с определенными математическими правилами мы выполняли, мы получали решение задачи. Также обстоят дела и в профсоюзной борьбе. И вот эта профсоюзная учёба необходима для того, чтобы вот эти действия в решении задачи по борьбе работников объединённых в профсоюз были выполнены и привели к победе так называемому решению. И вот мне очень радостно то, что сегодня в докладах приводились многие примеры диалектические. Я хотел бы тоже этот пример привести. Вот Гегель пишет о том, что начало оно и непосредственное, и опосредованное. И вот вроде бы как вот решение это начинать? С чего-то одного непосредственного. Но потом мы убедимся в конце моего доклада, я думаю, что это будет ясно, что это непосредственно, но также опосредованное чем-то другим. В первую очередь нужно уяснить, что никакая борьба профсоюзная невозможна без качественного изучения и понимания Трудового кодекса. Я думаю, с этим все согласятся, поэтому у меня вот простой вопрос к залу. Кто от корки до корки хотя бы один раз прочитал Трудовой кодекс? Пожалуйста, поднимите руки. Давайте будем честными перед своими собой. То, что вам надо. Там вам все надо. Надо все. Мало народа прочитало, товарищи. Это плохо. Это плохо. Вот мы здесь собираемся, говорим о борьбе. А по сути инструмент этой борьбы не всеми изучен. Поэтому, на мой взгляд, идет некоторая пробуксовка. Трудовой кодекс надо знать, потому что, когда вы знаете этот Трудовой кодекс, вы в своем трудовом коллективе можете отвечать на вопросы своих коллег. Я на своем опыте уже убедился в том, что, когда ты его знаешь, ты можешь в жалобах работников, вот прямо в определенные статьи их тыкать, и говорить, почитай, изучи. Вот что Трудовой кодекс говорит. Поэтому его нужно применять. Если это нарушение, надо доказывать, что это нарушение. Нужно знать не только Трудовой кодекс, но еще и постановления правительства, в некоторых постановлениях правительства отражены вещи, которые все-таки пока еще нас защищают. Нужно знать федеральные законы. И это не только федеральный закон о профсоюзах. Есть множество других федеральных законов, в которых мы так или иначе связаны. Это СОУД, это охрана труда и так далее. Недавно столкнулся с тем, что нужно еще и знать санитарные нормы и правила. Правила и нормы. Потому что на основании этих САНПИНов пишутся инструкции. И вот недавно была такая ситуация у меня на заводе, когда переиздали новую инструкцию по работе за компьютером. Я, кстати, не рассказал. Я инженер Центральной Советской Лаборатории. Читаю эту новую инструкцию и вижу, что убрали пункт о том, что после 45 минут работы за компьютером нужно делать перерыв. Ну, отлично, но другую деятельность. Глаза размятили и так далее. Из новой инструкции этот пункт убрали. А председатель профсоюзного комитета подписал то, что с учетом мнения. Ну, как это можно было делать? Вот если просто читать эту инструкцию и не обращать внимания на САНПИН, тогда получается, что человек вообще круглосуточно должен за компьютером работать. Вот. А сейчас мы, в общем, будем, скорее всего, изменения к этой инструкции готовить, для того, чтобы вот эту норму из САНПИНа туда прописать. И, конечно, нужно знать Конституцию Российской Федерации. У тех, у кого есть первичные профсоюзные организации, кто в ней состоит. Вот сегодня на нашем заводе и вообще в ГМПР и ФНПР наблюдается такая картина, что люди видят то, что этот профсоюз, верхушка этих профсоюзов, она не борется за интересы трудящихся. И люди голосуют ногами и уходят оттуда. Я с такими встречаюсь также периодически. Мотивирует тем, что да зачем это надо? Состоять, деньги платить, я лучше на этот процент в месяц что-нибудь в семью, там, в семье куплю ребёнку и так далее. Так вот, это абсолютно неправильно, потому что профсоюзная организация – это организация, которая открывает широкий простор для нашей деятельности, для нашей борьбы. Иначе бороться без профсоюза очень тяжело. Поэтому устав профсоюзной организации, в данном случае привожу пример устава моей профсоюзной организации, также нужно знать. Сергей Александрович Горбушкин привёл уже статьи, на основании которых член профсоюза не только правами обладает, но и обязанностями. И он обязан разрабатывать коллективный договор, обязан следить за его выполнением, обязан принимать участие в его заключении. Нас никто не ограничивает. Мы, по большому счёту, сами только себя ограничиваем своим невежеством. Это я обращаюсь для тем, кто пока ещё не изучил это дело и не начал применять. Коллективный договор. Вот, к сожалению, совсем недавно мне этот коллективный договор изъяли на работе. На прошлой Маркейре я его приводил, как книжечку, сейчас нет у меня его. Коллективный договор работникам нужно знать. К сожалению, наблюдается опять же картина. Подходишь к работнику, спрашиваешь. Ты видел коллективный договор? Читал? Нет. А что это такое? А что это такое? Человек, который работает уже лет 15, ни разу не видел. Начинаешь разбираться, почему он этого не знает. А оказывается, не проводятся профсоюзные собрания. Нету связи правкома с работниками. Отсутствует связи. То есть, я об этом больше дальше расскажу. Так вот, нужно вот эти вот вещи, как законодательство, устав первичной профсоюзной организации, коллективный договор, чуть ли не ежедневно с работниками обсуждать. Ежедневно. Иначе они не схватят того, что там написано. Значит, профсоюзная документация. Необходимо постоянной основе ее освещать. И документация заводская. Какая? Это положение оплатит труда. У нас люди работают, и таких большинство, которые не знают, как им зарплату начисляют. Вот получаем мы квиточки раз в месяц, в котором написано, в связи с отработанным временем тебе столько-то начислили, премия такая-то, еще какие-то там виды начислений такие-то, потом налог физического лица, провзносы и так далее. Люди не знают свои числовые тарифные ставки. Вот о какой борьбе этих людей, которые не в курсе, можно говорить, когда мы им говорим о повышении заработной платы до стоимости рабочей силы, которые не знают, сколько они сейчас получают. Это вот острейшая сейчас стоит задача научить их считать свои деньги, а потом уже, не только потом, а параллельно вести работу по пропаганде как раз наших направлений, которые мы здесь с вами, товарищи, обсуждаем. Дальше. К чему же стремиться и почему? Вот и здесь сегодня много раз было сказано, нужно считать стоимость рабочей силы, проводить этот расчет. Провести самостоятельно в группе коллег, у вас в цехе или есть товарищи, проведите, рассчитайте. Это очень интересное занятие. Вот я считал, когда в первый раз, мне было настолько интересно, я хочу сказать, что когда ты сам считаешь, когда ты видишь уже готовый расчет, когда ты его сам уже посчитал вместе со своими ребятами, ты уже абсолютно иначе относишься к такому понятию, как стоимость рабочей силы и несоответствие твоей заработной платы стоимости рабочей силы. Она уже через тебя пропущена. И ты понимаешь, о чем говоришь, потому что ты видишь, сколько стоит квартира. Ты видишь, что молодежь сегодня в России не может себе позволить купить квартиру вот так вот. Не говоря уже о том, что троих детей сделать и жить в этой квартире. И развиваться дальше. Соответственно, считаем стоимость рабочей силы и своим коллегам объясняем, почему необходимо повышать зарплату на 10% всех уровней инфляции ежегодно. Также эта информация полезна не только для работников, но и работодателя, потому что он в любом случае будет спрашивать, а на основании чего вы хотите такие деньги-то получать? А зачем вам? А мы люди грамотные. Мы поясняем зачем. Далее, расчет нормы эксплуатации. Сегодня также было много раз озвучено о том, что эту норму эксплуатации нужно считать. И в общении со своими коллегами, со своими заводчанами, также пользуешься этим моментом. Почему? Потому что сложно вот так вот сходу объяснить необходимость сокращения рабочего времени до 6 часов. Но когда ты проводишь такой расчет, ты человеку объясняешь просто практически на пальцах. То, что за 8 часов работы, 3 часа, например, ты зарабатываешь эквивалент своей заработной платы, а все остальное время, что ты трудишься, производишь прибавочную стоимость. Эта прибавочная стоимость забирает работодатель. В соответствии с этим, конечно же, можно сокращать и рабочее время, увеличивать заработную плату, как раз таки долю прибавочной стоимости сокращая вот в этом рабочем времени. Сам этот расчет упрощает общение с работниками, потому что тема сложная, тема трудная. И вот у нас присутствует делегат с Ногинского хлебокомбината. Я представляю, насколько ей сейчас тяжело понимать то, о чем мы сейчас говорим, без особой подготовки. А здесь ведь большинство те, кто не первый раз приехали, те, кто работают в этом направлении. Также стоит отметить, что сегодня Александр Владимирович Золотов нам рассказал о том, что необходимо также сделать расчет результатов снижения рабочего времени. Показывает то, что прибыль за счет этого для работодателя будет увеличена. Я еще для своего предприятия это не посчитал, но я думаю, мы с Сергеем Александровичем Горбушкиным и здесь эту работу проведем. И в электростали и в Ногинске будем использовать по назначению. Давайте перейдем все-таки еще к средствам и инструментам, потому что сейчас пока еще все как-то по-общему получается. И вот как же эту информационную профсоюзную учебу организовывать и на предприятии, и вне этого предприятия? В первую очередь очень важно информационное освещение. Первым пунктом я бы отметил самую важную часть информационной работы – это непосредственное общение с работниками. Я думаю, что Григорий Вячеславович Бобинов со мной согласится. Когда ты знаешь, о чем говоришь, когда ты уверенно говоришь и готов, можно сказать, доказать вдоль и поперек, что ты прав, что здесь, в общем-то, это самое действенное средство. Каждый день, общаясь с работниками и поясняя вот эти моменты, человек, работник постепенно понимает, о чем мы говорим. И постепенно он начинает интересоваться и берет наши книги, и читает наши газеты, а потом и в партию приходит и так далее. Дальше. Цеховые профсоюзные собрания. Я хотел бы отметить, что сегодня их нет. На моем заводе их нет. Есть цеховой комитет, но работу он не ведет. То есть, мы вообще-то по-хорошему должны собираться хотя бы раз в месяц, а еще лучше раз в неделю, когда человек сходил в правком, получил информацию от председателя профсоюзного комитета, пришел, рассказал об этом, о том, что там говорилось работникам, получил от них какую-то информацию, передал наверх. Эта связь сегодня отсутствует. И у нас в ЦИЛе, это центральная связь с коллабораторией, все работники жалуются, что председатель комитета не тянет работу. И потихоньку до всех доходит, что пора бы уже правком-то и цеховых наших председатель комитета переизбирать. Работа ведется в соответствии с уставом. Да, прошу прощения. Мы эту работу проведем. В 2021 году будут первые выборы. Профсоюзная печать. Я хотел бы сказать, что профсоюзу необходимо было бы иметь свой печатный орган. У нас его нет, к сожалению. И когда я в наш правком сообщал, что давайте изготавливать свои профсоюзные листки, мне сказали, что нам это неинтересно. Но будет интересно, когда у нас поменяется все-таки немного сейчас руководство. И мы с Сергеем Александровичем проводим в Электростале работу. Подготовили сейчас выпуск приложения к газете «За рабочее дело» под названием «Рабочая электросталь». Планируем распространять вместе с газетами и освещать в этом листке болевые точки наших предприятий. И там конкретно рассказывают, что конкретно по каждому предприятию нужно делать. Не стоит оставлять также еще и внимание профсоюзные цеховые доски. Они сегодня вообще не работают у нас на заводе. Они висят, во-первых, где-то в темных местах, которые никто никогда не смотрит. Также обращаюсь к нашим профсоюзникам, вышестоящим, почему-то пока еще не слышат. Интернет. Неплохо бы использовать и... Не то чтобы неплохо, а на примерах могу доказать, что интернет у нас работает. Социальные сети. Вот группа ВКонтакте, например, «Рабочая Самара», товарищ Гордевнин, не даст соврать, очень круто помогает, в общем-то, работать с интернет-пользователями. В которых в интернете, конечно, не так много рабочих, но они тоже находятся. И мы по образу и подобию «Рабочей Самары» сделали рабочую электросталь. Также стараемся освещать это с непартийных позиций, потому что многие боятся, такие условия, как коммунизм, диктатура пролетариата, марксизм и так далее. То есть у нас вот так вот постепенно идет нарастание. Человек сначала на одну информацию заходит, потом на другую. В группе в мессенджерах Сергей Александрович Горбушкин по коллективному договору ведет работу через WhatsApp. У него вообще люди раскиданы по разным местностям, по разным подстанциям. Работу такую также можно проводить, также можно связываться. И мы также на заводе по разным цехам разбросаны, и тем не менее потихонечку через вот эти группы беседы ВКонтакте и WhatsApp работу проводим. И вот хотел бы еще на примере Григория Вячеславовича Бобинова сказать, что очень хорошо, когда профсоюз имеет свою площадку на Ютубе. Потому что недавно, товарищи, ко мне с электростали, мне в личку ВКонтакте написали люди, вообще не связаны ни с профсоюзом, ни с рабочим движением. Написали, смотри, чего там медики делают. Прислали Бобинова. Я в ответ посылаю фотографию, где мы с Григорием Вячеславовичем вот в этой аудитории с гармошкой стоим вместе. Представляете, вот люди смотрят все-таки все, смотрят. И канал на Ютубе был бы очень полезен на моем предприятии для того, чтобы таким образом можно доносить информацию, которая рассказывается на профсоюзных собраниях в правкоме, чтобы люди смотрели. Итак, продолжу. Организация и проведение семинаров очень важная часть. Я хотел бы сделать замечание и донести до оргбюро сегодняшнего нашего мероприятия о том, что, к сожалению, сегодня не присутствуют вот эти две книги Александра Владимировича Золотова. В перерыве ко мне подходили наши товарищи, спрашивали, почему. Ну, я хотел бы, чтобы в будущем произошла допечатка этих книг, и чтобы с Российского комитета рабочих люди уезжали с этими книгами, у кого их нет, привозили на места и вели работу. Потому что сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития, ну, хорошо, что мы смотрим ролики, но здесь, в общем, все-таки изложено все в научном ключе, очень подробно. И можно здесь, прочитав эту книгу, в общем-то, вдоль и поперек эту тему изучить, для того, чтобы с рабочими общаться у себя на предприятии. Развитие профсоюзного движения России. Настольная книга, уже об этом говорил, на мой взгляд, должна быть у каждого делегата на Российском комитете рабочих и также лежать на столе дома и на работе. Семинары. Семинары нужно проводить внутри первичных профсоюзных организаций. В ГМПР, к сожалению, сегодня, в семинаре, я прошу прощения, что затягиваю, но очень нужно об этом сказать. Я участвовал в семинарах, обучающих ГМПР, и хочу вам сказать, что об этом даже стыдно говорить. Приглашают лекторов, бизнес-тренеров, которые рассказывают о том, как продать членство в профсоюзе. Рисуют какие-то картинки, на которых говорят, что вот эта категория людей – это крабы, вот эти рыбки, психотипы людей. Это бред. И этим сейчас наши вот эти вот профсоюзы ФНПРовские, я не хочу сказать, что все туда входящие, они дурят людей именно так. После того, как я эту критику высказал в адрес нашего председателя профсоюзного комитета, меня избавили от этой участи приезжать на такие обучающие семинары. Так вот, какие семинары должны быть внутри ППО и за пределами? У нас уже появился хороший пример в Московском отделении Фонда Рабочая Академия. В июне месяце в Москве мы провели семинар «Пути выхода из профсоюзного кризиса». Туда и наши товарищи приезжали, и товарищи из других организаций, в том числе из Левого фронта, там люди были из КПРФ и нерабочие. На мой взгляд, провели этот семинар очень хорошо, удачно. У нас появился видеоматериал для нашего канала «Рабочая Твоя Москва». Мы сами получили опыт докладов подготовки и введения этого доклада. И на муниципальном уровне у нас в электростале появилась школа сознательного работника. То есть это, можно сказать, не красный университет, конечно, это что-то между детским садом и средней школой, потому что здесь основа трудового кодекса мы хотели бы доносить до работников. Основа трудового законодательства. Потому что вот Ногинск показал, к сожалению, мы там не вели такую работу, он немножечко далеко от нас, далеко ездить утром распространять газеты. Но если бы мы в Ногинске эту деятельность совершили раньше, то, наверное, коллектив бы удалось мобилизовать на борьбу и не допустить остановки предприятия и невыплаты чёрных зарплат. Так вот, товарищи, как же не свернуть в пути в профсоюзной борьбе? Ведь есть же множество примеров, когда профсоюзная организация была боевой, а потом раз и сдулась. А потом раз и вообще ушла куда-нибудь там в жёлтую структуру. И нет этой организации больше, и борьбы нет. Как не свернуть? Сложный вопрос. С одной стороны. А с другой стороны нет. Ведь есть же Красный университет и университет рабочих корреспондентов. Нужно учиться. Не только первое отделение закончить, но и постоянно продолжать учёбу, участвовать в конференциях и семинарах. Нужно обязательно участвовать в РКР, общаться, передавать свой опыт, получать опыт других профсоюзных организаций. На постоянной основе это делать. И, конечно же, нужно работать в партии рабочего класса. Потому что, во-первых, партия рабочего класса не даёт тебе свернуть с того пути и уйти туда, куда не надо идти. Конечно, не все товарищи партии рабочего класса не сбиваются. Находятся и те, кого несёт, не пойми куда. Но в большую часть, конечно же, удаётся держать и направлять, куда нужно. Также хочу сказать и поблагодарить всех наших товарищей за то, что партия рабочего класса и то, что нужно при проведении профсоюзных собраний, вкладываются в голову буквально с первых собраний, когда новый человек приходит. Что нужно? Сменяемость председателя и секретаря. Это даёт возможность обучаться вести собрания, подготавливать проект постановления, подготавливать повестку, готовить протокол. Потому что без этих знаний провести профсоюзные собрания, даже в цехе, очень тяжело. Поэтому я очень благодарен, потому что такой опыт уже появился и могу его применять. И давайте подведём черту. Главное. Что же всё-таки главное? Главное – это чёткое понимание интересов рабочего класса. Второе – качественное знание трудового законодательства. И, уважаемые товарищи, я очень прошу вас к следующему РКР, чтобы все руки были подняты и каждый прочитал Трудовой кодекс. И третье, конечно же, это владение инструментами распространения знаний. Потому что, как говорит Михаил Васильевич Попов, важно не только знать, важно уметь воспроизвести и распространить. Закончу следующими словами. Хочешь мира – готовься к войне. А война, товарищи, уже идёт. Война классовая. Нужно вооружаться знаниями и воспроизводить эти знания. Вперёд к победе! Спасибо. Даварищи, прошу выступать. Прежде всего, делегатов с решающим голосом. Коротко, по сути, потому что времени немного осталось. Разрешите мне ещё добавить на минутку? Мы с собой взяли распечатки школы сознательного работника, который распространяем вместе с газетами. Ну, не всем, конечно, даём, а тем, кто нам вопросы задаёт. Дефицитный товар. Школа сознательного работника – вот такая двойная листовка. Здесь приведены наши контакты, группа ВКонтакте «Рабочая электростали», а также электронная почта «Work L-Steel», «Собака РТВ», «Москву». Для чего? Для того, чтобы люди смогли с нами связаться, мы могли их пригласить на занятия школы сознательного работника, рассказать вот эти вот детсадовские ещё уровень, поднять человека до уровня средней школы, а потом пригласить в Красный университет. Вот такой путь. Кому нужно, пожалуйста, здесь оставлю, как пример. Если необходима помощь в изготовлении такого же, готовы посодействовать. Спасибо. Ну, что я хочу рассказать? Я хочу рассказать о Соловьёв Василии Феликсович. Я работаю на… Там у нас дочернее производство, называется АО «Петербургский тракторный завод». Ну, это на Кировском заводе. Вот. Ну что, работаю. Условия, конечно, уже сколько лет, но и до сих пор условия нормальные создать не могут у нас. Ну, закупили, конечно, новые станки, токарные, фрезерные, новые пилы. Ну, вот единственное, что они сделали, конечно, правильно, в небольших масштабах. Вот. Ну, конечно же, так вот. А так до сих пор приходится. Вот не могут купить, требуют работу, а резаков нормальных, таких больших, дать не могут. Если покупают, то всё время оборудование какое-то не то, что нужно, не пригожее для работы. Вот. Для наплавочных машин, вот эти вот большие резаки, которыми резать вот такие вот толстый металл. Вот. Ну что? В общем, вот насчёт профсоюзов, что я хочу сказать. Обращался я там к одной женщине, она деятель профсоюза, ну, она говорит, ну, а чего вот ты вступишь в профсоюз, да там ты вот будешь как-то делать, ну, всё равно у тебя ничего не получится, ну, вот. Ну, у меня только вот 12 человек в профсоюзе. Я говорю, ну, а как же вот защищать вот права людей? Вот одного человека у нас выгнали, только он за то, что плохой металл там решил как-то взять за кучку металла. Ну, понятно, тут это, конечно, служба безопасности, всё это подключено, это формально, конечно, тут уже ни к чему не придерёшься. Но, с другой стороны, вот сколько сами же и начальники берут себе? Вот. Ну, работать приходится очень много, очень много, чтобы заработать какие-то деньги. Если я буду 5 дней в неделю работать и по 8 часов, то заработаю фактически, ну, сколько, если 36, там, ну, 1044, если минус аванс, вот. вот, зарплата примерно будет, ну, чуть больше 30 тысяч. Вот. А чтобы заработать нормально, это как бы только в субботы выходить, потому что так как в субботы оплачивают, вот, и две смены ещё к тому же выходить, это 16 часов, вот. Ну, тогда хоть какую-то зарплату да получишь. Сверхуроченные часы. Вот. Ну, что ещё? Вот. Вот так вот мы работаем. Так вот и приходится у нас такие вот условия труда, ну, конечно, нерадужные, так сказать. Вот. Нерадужные. Ну, вот так. Городевнин Максим Владимирович, Самара, слесарь. Тема очень близкая и такая для меня очень, очень оказалась занимательная. Когда вот Артём, товарищ Артём, сказал, что надо знать коллективный договор на предприятии, с этого момента начинаются у нас детективы и комедии. А он у нас засекреченный. На предприятии получить коллективный договор невозможно. Пуч... А? Да мы-то знаем. Ну, как бы, ну, извините, кто-то взял, там, куда-то дели, сейчас нету, приходите через два дня. Вот. Вот, как бы, с этого всё начинается. Следующий... Следующий вопрос очень хороший. Положение об оплате труда. Что интересно, рабочих это очень интересует. Как же им платят? И вопрос этот поднимается. Но на него никто не может ответить. Потому что никто из руководства сам не понимает, как как рассчитывается зарплата или делает вид, что не понимает. Но у нас написано, что якобы у нас сдельно-премиальная зарплата. Какая-то часть сдельная, какая-то премиальная. А в каких размерах, как это считается, никто никакой информацией не владеет. И узнать это невозможно. Вот. Настолько это все запутано, что высчитали эмпирическим опытным путем. оказывается... И, кстати, вот, ну, это очень здорово мне на руку сыграло, потому что я ткнул ребят носом и говорю, ребята, это марксизм. Людям платят за то, чтобы человек был на данном месте. То есть, получается, по временкам. Не важно, сколько ты сделаешь. вот ты хоть коня двинешь вот на работе, ты будешь пахать, там, выполнишь две нормы, ты все равно получишь ровно столько, сколько в прошлом месяце, когда ты вообще ничего не делал, но тебе закрыли. Ну, правда, приходит начальник, говорит, ну, тебе в прошлом месяце авансом закрыли, ты же ничего не делал, поэтому в этом месяце тебе никто ничего доплачивать не будет. Вот ты упирался там, перерабатывал. Нет, это все ты в прошлом месяце получил, оказывается. Когда у нас работы не было, нас-то не волнует, что работы не было, это ихняя проблема. Ну, получается, вот такая среднеарифметическая картинка. С моей точки зрения, говорю, ребят, вот, вы получаете, чем больше вы работаете, больше вы получать не будете. Да, больше, нет, сдельно-премиальное, да, но, вот, чем больше ты работаешь, да, вот, тебя чуть-чуть начинают набавлять, ой, что-то у тебя много получается, этот раз, план повысили, кстати, вот, такая картинка очень интересная, план повышают примерно на половине, вот, полмесяца проходит, администрация видит, что предприятие план выполняет, ой, по сути вопроса, ой, по сути вопроса, сейчас скажу, получается, что премию надо платить много, раз и план повысили, предприятие не выполнило план, вот, дальше, что у нас получается, под момент, который по расчету и обоснованию снижение рабочего времени, снижение рабочего времени и рост заработной платы при модернизации производства, то, что вот это повышает прибыль, товарищи, пользовался в процессе агитации, я рассказывал, и это людей, на самом деле, успокаивает, я сначала, вот, не понимал, в чем, в чем заковыка такая, ну, какое дело нам до прибыли капиталиста, а дело-то такое, что это сохранение рабочих мест, то есть, люди понимают, что если мы сейчас забастуем, и предприятие закроют, то рабочие места потеряем, а вот если мы забастуем, а у буржуя прибыль поднимется, он предприятие не закроет, а получается, если, значит, мы и себе хорошо делаем, и не потеряем рабочее место, то есть, это вот, как раз, в том плане, что, об этом надо знать, об этом надо говорить, по поводу обучения профсоюзного, у нас, часто достаточно выходят ролики по органайзингу, и я посмотрел несколько семинаров, вот абсолютно созвучно с тем, что Александр Владимирович у нас говорил на прошлом РКР, что здесь поднималось, и у нас представители фонда рабочей академии говорили, самая главная проблема органайзинга в том, что сам органайзер не заинтересован в результате деятельности профсоюза, то есть, это прям вот тренеры органайзеров говорят, ребята, задача органайзинга, органайзера, как специалиста, набрать людей и увеличить активность профсоюза, и возникает вопрос, потому что они ничего еще не умеют, они ничего еще не понимают, их набрали и увеличили активность, а вот у нас в Ленинграде года полтора назад органайзеры новопрофа провели акцию, собрали, в одном предприятии организовали профсоюз, и буквально сразу же его зарегистрировали и начали какую-то активную деятельность, его буквально там в течение полмесяца разгромили, то есть, уволили всех членов профсоюза. у нас коронавщики Казани обратились к МПРА, там прислали им органайзеров, и кстати, сами органайзеры очень обижаются, когда мы им об этом говорим, ребята, вы не заинтересованы в деятельности профсоюза, они говорят, как же так, мы же сразу всех учим, черт возьми, они всех сразу учат, но они, приехал человек и сразу началась забастовка, фактически, ну, я считаю, что она была неподготовленная, думаю, все придерживаются такого же мнения, что забастовка коронавщиков, она им не была подготовлена. Фактически, ну, все, я сказал, что хотел, на самом деле, спасибо. Артем Сергеевич попросил меня рассказать об опыте агитации, возможно, да, меня зовут Старцева Ксения, я ведущий инженер кафедры региональной геологии МГУ Мини-Ломоноса. Артем Сергеевич попросил меня рассказать об опыте агитации, коллективных действий и коллективных договоров, которым мы занимаемся в Московской организации Рабочей партии России, потому что это тесно связано, на самом деле, с обучением профсоюзному делу, введением в курс того, что такое коллективный договор, и, конечно, первонаперво я должна сказать и порекомендовать всем проект коллективного договора, который составила Настя Аникина, мы его выложили на сайт, каждый может зайти на этот сайт, если у кого-то еще нет коллективного договора, то этот договор, который она составила, вполне можно взять за основу и туда добавлять свои специфические требования, потому что нам просто неоткуда знать, какие могут быть на том или ином предприятии требования, какие кому нужны перчатки, какие кому нужны маски, мы этого не знаем, но работники уже могут использовать вот этот договор как основу для своего, Настя взяла за основу коллективный договор докеров, мы туда добавили некоторые дополнительные требования, которые существенно улучшают положение работников, и дальше уже дело самих работников, посмотреть и подумать, а что им еще нужно, что они сами хотят, и уже когда такая мысль появится, то можно будет, если возникнут какие-нибудь затруднения с тем, как бы это юридически оформить грамотно, то можно всегда обратиться опять-таки по всем известным адресам в рабочей партии России есть юристы, которые окажут квалифицированную в этом помощь. Что еще можно делать для привлечения людей к работе над коллективным договором, или к тому, чтобы они хотя бы задумались о том, что такое в принципе существует. к примеру, написать заметку с выжимкой коллективного договора. И вообще работникам вероятно будет интересно прочитать именно про свое предприятие, именно про степень эксплуатации на их предприятии, возможно как можно больше публиковать материалов, которые касаются именно этого предприятия. вот, к примеру, как произошло с коллективным договором, с выжимкой для коллективного договора для Красногорского завода имени Зверева. Мы выходили и рассказывали, в газете была выжимка и там ссылка на проект этого коллективного договора. Я сейчас ее скажу по буквам, может быть кому-нибудь понадобится, пожалуйста, запишите rpw defis mos.ru slash pao kmz в общем это проект коллективного договора для pao kmz его можно использовать для того, чтобы уметь составлять коллективные договора, нужно, как ни странно, составлять коллективные договора. Помимо того, чтобы как-то привлекать внимание рабочих именно тем, что мы говорим об их проблемах, о всеобщих проблемах и о том, что мы говорим именно об их предприятии, что их предприятие на самом деле не выходит за рамки общих проблем, которые есть у каждого трудящегося сейчас. Можно практиковать, например, такие эксперименты вроде вечерних выходов на заводы. Вот, например, для одного из предприятий, с которыми мы работаем, на которых мы распространяем нашу прессу, работник обратился к нам и сказал, что, вы знаете, на нашем предприятии скоро планируется массовое сокращение, а некоторые здания цехов уже давно планируется кому-то продать под какую-то там застройку. Ну, и вот этот инсайт, вот эта информация позволила сформулировать вот такую болезненную точку, с которой можно, например, выходить к людям. Мы собрались втроем вечером, люди, которые могут себе позволить выходить вечером, и говорили работникам с газетами в руках, для того, чтобы они могли с нами как-то связаться, что на вашем предприятии планируются массовые сокращения. Фонд рабочей академии помогает работникам разобраться в Трудовом кодексе, для того, чтобы научиться бороться с этими сокращениями. Если вам нужны наши контакты, то, пожалуйста, берите газеты, в этих газетах наши контакты есть, пожалуйста, обращайтесь. Ну, и люди очень охотно берут, потому что это касается всех, это касается каждого. На одном из таких выходов к нам подошел дедушка, который является токарем-шестиразрядником, который рассказал нам, насколько плохо все на этом предприятии, и насколько хорошо на том предприятии, куда он утек. Он, как высококвалифицированный рабочий, на том предприятии получал 25 тысяч, например, то есть руководство довело зарплату токаря-шестиразрядника до 25 тысяч рублей в месяц, а на новом предприятии он уже стал получать 85 тысяч в месяц. И уже получше, уже он не жалуется. Но как только я ему начала говорить про коллективные действия, про то, что можно улучшить свои условия труда, что точных, сокращать рабочее время, без понижения заработной платы, он очень заинтересовался. Несмотря на то, что у него, казалось бы, волшебные теперь условия труда, все равно это необходимо, все равно это нужно. Как бы ни было хорошо, всегда может быть лучше. И это прекрасно. И 85 это далеко не 230 тысяч рублей, которые необходимы для воспроизводства работника в современной России. Поэтому таким образом мы открыли новую точку, где мы можем распространять нашу прессу, где действительно нас будут ждать. Этот человек пригласил нас уже для того, чтобы мы и среди его работников, среди его коллег распространяли эту информацию. Кроме того, можно всегда общаться с рабочими. Для того, чтобы как можно больше расширять общение и потенциальных наших соратников, можно распространять опять-таки нашу партийную прессу и среди просто людей, которых вы видите, кто работает вокруг вас. Например, представители работников госбюджетных учреждений. По дороге с дома на работу всегда можно найти людей в оранжевых жилетах, которые с большим интересом, с очень большим интересом слушают о коллективных действиях. И надо видеть вот этот свет в глазах человека, когда ты говоришь ему, что будет представь себе, если выпадет снег в Москве, а вы не выйдете на работу. Так все же взводят. И когда человек чувствует свою власть, что он действительно может так сильно повлиять на ход событий и кому-то очень сделать много проблем, но для того, чтобы решить не какие-то шкурные собственные, а именно всеобщие проблемы, для того, чтобы решить всеобщие проблемы. Для того, чтобы заранить в людях эту мысль, как раз можно расширять свою пропаганду. Ну, собственно, не знаю, насколько это подходило к теме профсоюзной учебы, но, наверное, подходило, потому что когда ты не знал ничего, а теперь знаешь хоть что-то, это тоже можно отнести к учебе. Спасибо. Товарищи, ну, у нас еще завтра будет время все завтра будут высказываться по всем древним вопросам, а сейчас у нас осталось время, чтобы принять за основу проект постановления по третьему вопросу и его записать. Два слова можно. трудового кодекса, который, уважаемый докладчик показывает, существует проект трудового кодекса, который не был принят Государственной Думой в свое время. В этом проекте этого трудового кодекса, вот, Александр Владимирович точно знает, Михаил Васильевич над ним работал, тоже есть определенные положения, которые можно учитывать профессиональный учебник. Второе, сто лет назад была организована Международная Организация Труда после заключения Версайского мира и существуют некоторые соблагающие международные документы, в частности Конвенции МОД номер 87 о праве на организацию и Конвенции МОД номер о защите заработной платы. Я думаю, я не буду говорить о европейской карте социальной и так далее. То есть вот эти моменты нужно тоже в профсоюзной учебе эти вещи понимать, потому что защищать свои права только, извините, только на уровне Российской Федерации не обязательны. Нет, абсолютно не обязательны. Их можно защищать и в странах по европейским документам. Можно также и даже в Комендаре защищать. Это следующий момент. Еще один момент, как тут у нас товарищи ненавидят просто ФНПР. Но если вы в гостиницу сейчас поедете, то там, извините, курсы ФНПРовские есть. Повышение квалификации профсоюзных работников. И один момент все время мы задуваем. Это самообразование. Должны быть определенные пособия по самообразованию. планы. Что-то должно быть написано. Какие значит прочитать во всяком вечере и что-то прочитать. Какие-то выжимки. То есть не говорить о самообразовании и говорить любимая тема 6 часов давайте рабочий день. А дальше зачем создательный рабочий будет заниматься. пусть полистает под связанные с самообразованием именно дома в кругу может быть семьи где люди работают у нас пока работают и муж и жена и даже может и дети поэтому я полагаю что эти вопросы нельзя исключать профсоюзного образования здесь конечно есть моменты связанные с делением обучения извините руководителей первичных профсоюзных организаций и просто членов профсоюза и еще значит даже и не членов профсоюза но которые должны понимать что можно с первичными профсоюзными организациями даже не первичные профсоюзные организации сотрудничать в решении тех или иных задач ну вот тут улыбаются классовые борьбы хотите классовые борьбы значит самое эти вещи тоже надо учитывать и это все должно быть не только вот сегодня на сегодняшнем семинаре рассматриваться а может быть и в дальнейшем порядке контроля что кто что сделал а то у нас получается так мы принимаем постановление потом никто ничего не делает я вас это дело уверяю я 10 лет уже здесь присутствую по два раза год почти значит потом никто ничего не делает или это же повторяю или это то есть я призываю всех чтобы что-то было сделано вот то что касается методичек это просто компилировать что ли часть оттуда часть оттуда если нужно значит мы я во всяком случае могу из тех что мы делаем значит в Ивановском властном профобъединении в том числе что мы делали по конвенции номер 87 и по другим может быть моментам мы можем их прислать для того чтобы что-то можно скомпилировать было спасибо за внимание спасибо надо было сюда принести мы посмотрели все значит проект основления российского комитета рабочих о профсоюзной учебе российский комитет рабочих констатирует недостаточно высокий уровень правовой грамотности работников в области трудовых отношений при современной системе организации производства работникам необходимо вести борьбу за свои интересы на предприятии для этого работникам необходимо знать и применять статьи трудового кодекса российской федерации федерального закона о профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности ратифицированные российской федерации конвенции международной организации труда материалы российского комитета рабочих фонда рабочей академии и другие законы о труде только грамотные и организованные действия работников приводят к улучшению их условий труда и повышению заработной платы основными вопросами для изучения должны быть права и обязанности объединения работников вторых отношениях объективные интересы работников способы борьбы работников за свои интересы российский комитет рабочих рекомендует рабочим и рабочим коллективам систематически заниматься образованием в сфере трудового законодательства профсоюзным организациям в соответствии с их уставами вести организованную учебу по вопросам связанным с борьбой работников за свои интересы обмениваться опытом борьбы рабочих коллективов в том числе в российском комитете рабочих для образования и самообразования использовать учебные материалы российского комитета рабочих фонда рабочей академии и его красного университета значит нам надо принять принять проект постановления за основу за основу да значит кто голосуем кто за данный проект постановления кто против задержался значит принято за основу единогласно проект постановления и так значит все правки по всем постановлениям присылать в редакционную комиссию, которая состоит из докладчиков меня и научных консультантов. Либо сегодня вечером можно по телефону звонить, телефоны в газетах все есть. Или завтра с утра перед продолжением собрания. Значит, завтра завтра у нас продолжается работа Российского комитета рабочих. В 9 часов утра. Значит, в 9 часов утра всем уже быть. Значит, продолжим работу. А на сегодня все. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ